Мандарин Мандарин Безе делать легко, да? Это яйцо, там что-то? Да, белок, сахар и для нежности добавить немного крахмала. И все это хорошенько начнем пить. Давайте начнем готовить. Что будет делать Екатерина еще спросила? Екатерина, что вы будете делать? Я буду готовить мандариновый пунш безалкогольный. Я думаю, зимой он как раз, кстати, будет всем горожанам. А на основе чего он? Он на основе клюквенного морса, мандарин и специи таких, как кардамон, гвоздика. Нам нужно вскипятить или подогреть? Да, у меня уже заранее подготовлена заготовка. Это у вас в коктейничке? Здесь клюквенный морс, кардамон, гвоздика. Это уже все процежено заранее. Сейчас это все подогревается. Вы не против, если я нюхну? Пожалуйста. Я против, но нюхни. Ну действительно пахнет вкусно. Пахнет линтвейном. Гвоздикой делает свое дело. Прямо сразу захотелось в Альпы. Так, что делает свое дело, Илья сейчас. Что он будет делать? Он взбивает. То есть в сифоне у меня заранее подготовлены сливки, смешанные с сахарной пудрой и сыром маскарпоне. Сейчас я отсаживаю ее на тарелку рядом с безе. Как это потом все есть? Пальцами? Ложкой, вилкой, пальцами. Прямо с тарелки. Мне кажется, лучше все-таки пальцами. Если вы дома, с семьей, все свои, то можно руками хватать такой десерт. И это получается безешку нужно макать в крем. То есть да, это потом уже смешается с мандаринами. Также мы польем это мандариновым соусом и будет такая масса. А вот секреты мандаринового соуса, они не раскрываются обычно? Или как? Что такое мандариновый соус? Ну, мандариновый соус, это, допустим, вот эта же заготовка, только не добавляется бадьяна, корица. Мы проварили мандарины в сахарном сиропе, потом просто пробили блендером и пропустили через сито. Ясно. Вот, Екатерина, скажите, если мы из мандарин не выдавливаем сок, а просто целые дольки, сок получается внутри остается, будет ли эффект вообще какой-то? Нет, мы сначала сейчас проварим слегка, потом мы будем их давить маддлером. А, будем давить все-таки. Да, потому что, как бы, все равно у долек кожица, и, как бы, если просто проварить... Слушайте, а вот как там в кулинарии используется требуха мандаринная, вот кожица, шкурка... Жмых! Жмых, да. Цедра. Цедра используется, то же самое можно приготовить, как бы, добавив цедру мандарина. Так же, как и лимонад, к примеру, ты готовишь, добавляешь цедру именно лимона. А, кипит! Поэтому, а насчет остального всего я даже и не знаю. Все, давить можно уже? Да, все, он скипел. Просто доводим до кипения, немножко даем потомиться долькам и начинаем все это проминать. Так, а мята, мята, это вы будете? Мята, да, на фронте уже просто. Это в десерт идет у Ильи. А, Антон? Шикардос. Запоминай, запоминай, давай, вот лучше повара позвали. Я посмотрю потом целиком наш эфир в группе ВКонтакте «Новое утро» и все хорошенько запишу. Повторы эфиров действительно есть в нашей группе в «Новом утре». Все рецепты, все полезные советы от наших гостей можно будет увидеть там. Какие еще ингредиенты у нас осталось добавить вот сюда? Тут практически все готово. Нужно для сладости добавить мед. Мед. Давайте это все сделаем. Мы будем уже подавать. У нас остается очень-очень мало времени. Мы добавляем. Посмотрите, во-первых, как украшено ягоды-облепихи в такой чашечке из мандариновой шкурки и мяты. Круто, да? Можно даже ничего не наливать. Слушай, ну это, кстати, очень удобно для семечек еще можно. Шелуху. Нет, Антон? Кружка только должна быть. 0,5 объемом с такой ручкой. Все хорошо. Все хорошо. Господи, зачем? Зачем этот человек пришел сюда сегодня? Сейчас поправим. И все сломает. Дай я поправлю. Зато, смотри, мы видим, как это дело фиксируется. Нужно сделать надрез. И это, между прочим... А тут было непонятно. Ответ на мой вопрос, как использовать кожуру. А вот как вот так вот красиво вытащить мандарин из кожуры, чтобы получилась такая половинка? Это специальный гаджет какой-то используется. Мне в этом помог Илья. На самом деле желательно просто из любого цитруса можно удалить так сердцевину, чтобы осталась только шкура. Мы его прокатываем по столу. Просто рукой буквально одну минуту. Одну минуту разрезаем напополам и ложкой вытаскиваем. Ну что, попробуем налить эту красоту. Антону не терпится попить. Только осторожно, он горячий. Это же глинтвейн. Он только что кипел, я видел. Не обожгись. Напомню, клюквенный, да, был морс у нас? Клюквенный морс, да. Если вдруг нет клюквенного морса под рукой, что можно как альтернативу использовать? Можно вообще добавлять любой сок. Как бы, я думаю, морс не у всех в холодильнике у нас постоянно есть. А зимой как бы... Лучше на натуральный все-таки морс, собственно, ягодная страва. Брусника, смородина. Жимолость? Или это слишком вкусно? Ну это слишком вкусно. Не пробовал, но возможно. Антон, вот что тебе нравится валять по столу, то и добавляй. Хорошо. Спасибо нашим гостям огромное. Я сейчас буду ждать, пока все это остынет. А ты напомни еще раз, что нам помогал. Мы говорим огромное спасибо нашим гостям. С нами были Илья Нехадзицкий, шеф-повар. Антон, не говори так вкусно. Но я представляю ваших гостей. Шеф-повар Крем Кофе Холла и Бенедикт Кафе Клуба. А также Екатерина Калачева, старший бариста Крем Кофе Холла. Вам удачи в наступающем году. Продуктивных праздников, получается. Ребята будут работать 1 января. Ну, в смысле, их заведение. Поэтому приходите наслаждаться и поправлять здоровье. Ну, а прямо сейчас Антон, пей уже.